Если все как есть, ничем хорошим не закончится, прогнозировать варианты в данном случае бессмысленно, мне кажется, важнее понимать, что нужно делать. Вот что нужно делать на таком очень концептуальном уровне. Вот представим себе предприятие, собственником которого являетесь вы, а мы являемся работниками, которое попало в очень тяжелую ситуацию. Заказов нет, зарплаты нет, мы начинаем требовать от вас зарплаты, вы начинаете от нас защищаться. Есть ли какой-нибудь выход из этой ситуации, если в перспективе предприятие может работать, но вот сейчас такой тупик, есть ли какой-то выход? Неконфронтационный между вами собственником или начальством и нами работником. Есть выход? Ну, теоретически, да. Есть, и он лежит в одной сфере. Любые трудности нелегко, но естественно нормально переносят кооперативные предприятия, в которых нет противостояния между вами начальниками, нами рабочими, которым вы не платите зарплату, а сами при этом вкусно и сытно едите. Правильно? Значит, на концептуальном уровне выход из сложных ситуаций всегда лежит в том, чтобы верхи не демонстративно жировали, а разделили трудности со всем народом, правильно? То есть, в кооперативной вот этой направленности. Мы вместе, а не то, что вы отдельно, а мы отдельно. В этом смысле вчерашние события, они, мне кажется, очень знаковые, очень важные. Люди вышли абсолютно недвусмысленно против того, что верхи столь нагло жируют, демонстративно жируют. А нас призывают держаться. И нас просто грабят. В этой ситуации, вот я хотел бы подчеркнуть, что на, опять же, концептуальном таком и моральном уровне, вот то, как вчера вязали силовики, тех, кто вышел как-то отстоять свое право, ведь, смотрите, это абсолютно недвусмысленно. Вас пришли грабить, вы пытаетесь выступить против того, что вас грабят, и вас за это вяжут. И так, вот вчерашняя ситуация в чистом виде и так. Значит, я уже послушал всякие комментарии, люди комментируют по-всякому, какая ненависть между тем будет это. Мне кажется, очень важно, чего недопонимают наши верхи. Кто винтил вчера вот этих людей вязал? Простые, нормальные ребята, там по 20 лет, мальчишки. Ну, в этих шлемах, касках им дали. У них родные друзья-родственники. МВД Честнарод, да? Они через какое-то время неминуемо осознают, что они защищали бандитов, обворовывающих людей, от людей, которые вышли просто ни с каких политических лозунгов, просто защититься от бандитов, которые их просто откровенно грабят. Я предвижу, что завтра ненависть этих мальчишек, полицейских, силовиков, так или иначе, неминуемо должна обратиться на тех, кто заставил их вчера вязать точно такие же, как они, выступив против того, что их грабят. Среди тех десяти миллионов, что смотрели те самые обличительные ролики, чтобы были вполне великолепны. Еще раз, вот эти наши верхи, вот эти, которые, они нам не димоны, и те, которые их еще выше покрывают, раз не изгоняют в отставку, они должны понимать, что главная угроза для них, на самом деле, это глухая злоба у тех, кого они вчера заставили подавлять вот это выступление. Эта глухая злоба, рано или поздно, точно развернется против них. Таких денег, чтобы всех этих мальчишек, не начальство, а мальчишек, которые вчера заставили крутить, связывать, везти в эти автозаки, и так далее, таких денег, чтобы купить всех этих мальчишек, у них просто нет. Да и многие мальчишки не захотят быть куплены в такой ситуации. То есть, главная угроза для верхов сегодня в том, в той страшной, я считаю, катастрофической ошибке, которую верхи совершили вчера, начав вязать ни политический митинг, ни какой-то там, ни про Запад, ни еще какой-то, а вот выступление против очевидной, ясной, не имеющей никакого ответа, но очевидной, не то, что коррупции, а прямого ограбления государства. Вот это совершенно ясная вещь. Нам нужна и антивождистская революция, я к чему об этом говорю. Не надо говорить, что вот есть один Сидоров, и либо он, либо все пропало, или либо один Путин, либо он, и все пропало. Нам нужна антивождистская революция, нам нужно формировать команды, в которых есть высокая степень взаимозаменяемости, потому что, как известно, человек смертен, и к тому же смертен внезапно, поэтому еще раз, мы формируем основу, вот эти пункты, мы формируем команду, и надеюсь, из этой команды будет выдана там какая-то тройка или кто-то, кто будет там, кандидат в президенты, в премьер-министры, в председатель Центробанка. Мы хотим довести этот процесс до логической реализации, предъявить реальную альтернативу. Это работа, когда не будет лишнего. Для нас жизненно важно, чтобы не получилось так, что все то, что нынешняя власть используется спекулятивно, когда эта власть падет, на смену придут силы с противоположными позициями, по этим спекулятивно выставлявшимся... То есть, если эта власть Яков была против НАТО, значит, мы приглашаем НАТО. Если за патриотизм, мы за господинским. Именно поэтому, я подчеркиваю, для нас жизненно важно сегодня сформулировать ясную программу, подчеркиваю, практически по всем пунктам, которые мы сейчас уже сформулировали, она абсолютно противоположит тому, что делают внешние власти. Не вступать в так называемое совместное освоение наших территорий с теми, кто на них претендует, а категорически не допускать, даже близко, претендуешь, не подходи. До тех пор, пока претендуешь, даже ноги твоей здесь быть не можешь. С фитнаунцами корейцам, пожалуйста, Южную Курилу можно осваивать, но только не с теми, кто на них претендует. До тех пор, пока они публично не отказываются от своих претензий. Позиция должна быть только такая и никакой другой. Вот по всем ключевым пунктам мы формулируем позицию прямо противостоящую тому, что сегодня делают нынешние власти. И эта позиция национально и социально ориентированная. То есть мы говорим о том, что все, кто за свою страну и против обращения к Западу, к внешним силам, как к судье, а то и завтра потенциальному интервенту, вот это то, что отличает нас от вульгальных либеральных сил. Значит, вот эти силы национально, подлинно национально ориентированные, а не использующие угрозу НАТО как политтехнологию, вот эти силы мы хотим сплотить. Субтитры создавал DimaTorzok